всем привет добро пожаловать на канал котейка dolls вы знаете дорогие мои я сомневалась стоит ли мне вообще выкладывать такое видео ведь зима уже находится на стадии завершения но все-таки я подумала что в этом году не у всех была такая снежная зима как у нас так что сегодня вас ждет небольшой мастер-класс о том как же сделать искусственный снег тем более я подумала что такой снежный декор возможно пригодится и не только в холодное время года ну мало ли какая у вас там будет тематическая фотосессия с вашими куколками так что я вот уже отряхиваю этот маленький пушистый хвостик и поехали итак первый способ он самый простой и бесхитростный это обычная белая хлопковая пряжа и делайте так как я сейчас делаю то есть просто обрезайте кончики не делайте слишком большие обрезки пусть они будут маленькие аккуратненькие тогда ваш снег получится естественным и натуральным мастер-класс этот способ изготовления снега мне очень понравился но я нашла у него пару минусов во первых вы не сможете слепить из него снеговичка то есть видите какой-никакой снежок у меня все-таки получается но он быстро рассыпается и теряет форму а второй минус этого снега в том что после съемки весь мой стол и все мои куколки были в белых ниточных ворсинках которые я замучилась очищать ну вот в принципе все минусы способ номер два это пена для бритья и обычная пищевая сода выдавливаю немного пены добавляю соды буквально я все это делала на глаз всего я добавила около шести ложек на это количество пены и и и В процессе вы сами поймете, нужно ли вам добавить еще соды. По консистенции ваш снег должен быть больше похож на снег, а не на пену для бритья. То есть он не должен прилипать к рукам. Видите, примерно вот так, как у меня. Этот снег как раз очень хорош для лепки. Вы легко сможете слепить из него снеговичка или что-нибудь еще. Но его минус в том, что он все-таки немного марается. И, допустим, если фотографировать куколок, то потом, возможно, придется их слегка помыть. Да и руки тоже хочется после него помыть. Ну и, конечно, еще один минус в том, что через некоторое время все-таки он испортится, засохнет и придет в негодность. Ну и гвоздь программы – это искусственный снег с Алиэкспресс. Я купила буквально первый попавшийся на Алиэкспресс. Приехал ко мне пакетик с белым порошком, в который нужно добавить немного воды. Решила добавить еще совсем чуть-чуть. И посмотрите, он уже на глазах разбухает и становится похожим действительно на настоящий снег. Очень похоже на какие-то частички геля и по своей структуре, и на ощупь. Но надо сказать, что снеговичок из этого снега у вас явно не получится, так как этот гель совершенно не держит форму. Но на вид очень реалистично. Я усаживаю свою белку на сугроб, чтобы вы могли оценить внешний вид этого снега. Ну и примерно можно вот таким образом декорировать любые зимние фотографии, если вам захочется зимы, даже летом. Ну и наглядно вам для сравнения все мои снежные сугробы. Первый из ниток, второй из пены для бритья, и третий притаился в уголке. Это искусственный снег с Алиэкспресс. Ну вот, я и озвучила вам все основные плюсы и минусы, которые я сама для себя подметила в этих трех способах. Я поняла, что здесь однозначно нет одного победителя, потому как, допустим, пряжу очень легко достать, очень легко хранить много лет, и она очень натурально выглядит. Но из нее нельзя ничего слепить, чего не скажешь про снег из пены для бритья. Ну а китайский снег просто очень интересно было попробовать сделать, плюс он очень хорошо смотрится на фотографиях. Напишите в комментарии, какой способ вам понравился больше всего, мне будет очень интересно это узнать. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Скоро будет еще больше интересных и полезных видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok